Привет! Вы, наверное, хотите улучшить свой польский, ощутить в нём значительный прогресс, начать разговаривать, а не только понимать, взломать сложную грамматику простыми объяснениями. А вы готовы работать интенсивно? Вы готовы каждый день 2 часа посещать польскому языку? Если на последние вопросы 3 ответа «да», тогда вы можете смотреть это видео дальше. Вы на канале «Польский по полочкам» и с вами дипломированный преподаватель польского языка Аврамышина Татьяна. Привет ещё раз! Как вы понимаете, я это самая Татьяна Аврамышина, автор, сценарист, редактор, звукорежиссёр, видеомонтажёр, администратор, менеджер и что только может быть, проекта «Польский по полочкам» в Ютубе, а также страничек «Польский по полочкам» в Фейсбуке и Инстаграм. Диплом у меня имеется, он красный и специальность филолог, преподаватель польского английского языков и зарубежной литературы. Но дело не в отметках. Ни на годе меня не спрашивали мои документы образования, а на всех просили пописать что-то или поговорить что-то на английском или польском языке. Для вас я уже достаточно наговорила и написала в своём видео, видео уроков уже больше, чем 60. Там вы можете посмотреть мой подход к учебному процессу. Если он вас не раздражает, если вы думаете, что он вам поможет, тогда вы можете записаться на онлайн-лайв-курс со мной. Что это такое и с чем его едят? Ну, во-первых, онлайн-лайв-курс проходит вживую, это не запись. Мы с вами по графику встречаемся на платформе Skype или Zoom, мы уже будем разбираться, кому где удобнее, и работаем. Работаем на все уровни А1, А2, Б1, Б2 одинаково. На каждый уровень я отвожу 30 занятий по полтора часа. Это получается 60 академических часов. Занимаемся мы 3 раза в неделю по полтора часа. По графику, удобному вам, я пропишу его в комментарии под этим видео, там же и будет оплата на сегодняшний день. В итоге получается, что занятия длятся 10 недель, то есть 2,5 месяца. В занятиях я работаю с камерой и микрофоном. Вы меня постоянно видите и слышите. В идеале я бы хотела видеть и слышать вас, но это уже ваше желание. Если хотите, можете написать, я хочу работать без камер, это тоже будет нормально. Можете подключать камеру по желанию или на те моменты, когда мы будем с вами именно общаться. Так тоже можно, это тоже дает свои результаты. Но связь должна быть хорошей. То есть вы должны хорошо слышать и я должна хорошо слышать вас. Поэтому перед тем, как будет собрана группа, мы проводим онлайн тестирование связи. Мы все присоединяемся, просто чуть-чуточку говорим. И тогда, внимание, именно тогда я говорю вам, что да, ваша связь подходит и говорю вам реквизиты к оплате. Я не рассылаю реквизиты к оплате ни в фейсбук, ни в инстаграм, ни по почте. Только когда мы с вами видим друг друга по скайпу или зуму, я могу вам отправить счет на оплату. Все остальное это не я. Если вдруг кто-то сломает страницу, вы должны быть к этому готовы, так же, как и я. Все эти полтора часа вы активно участвуете в занятии. Мы слушаем, делаем упражнения, я объясняю грамматику, читаем тексты, мы разговариваем, работаем с топовыми учебниками. И весь курс построен на тех правилах взлома иностранного языка, о которых я уже снимала когда-то видео. Я ссылочка на него оставлю внизу. То есть мы работаем с топовыми учебниками, материалы все я вам буду сбрасывать порционно, все они будут в электронном виде. Поэтому работать лучше с компьютером или ноутбуком. Были ученики, которые работали с телефона и как-то им удавалось, и они говорили, что все нормально. Но мне было бы неудобно. Но молодежь, она уже вся такая телефонная, им там тоже хорошо. Поэтому здесь уже вы смотрите сами, потянут ли ваши глаза и вы в общем вот этот маленький экран. Лучше все-таки я бы рекомендовала ноутбук или компьютер. Я за вас веду словарик, который постоянно спрашиваю, и грамматические материалы. Их я структурирую и делаю таблички, слайды, вот как в видео уроках. Дальше мы занимаемся регулярно, полтора часа, как уже говорилось. Плюс вы занимаетесь интенсивно, потому что кроме занятия, вы еще каждый день два часа работаете над домашним заданием самостоятельно. Курс проходит как на русском, так и на украинском языке. Украинская мова – это моя родная мова. Я родом из Украины. Украинскую я навчалась и в школе, и в университете. Украинской мовой разговаривают мои дети, чоловики, мои родичи. Но занятия по YouTube я проводлю российской, потому что мой опыт показывает, что очень много ученей учатся польскую мову именно из Схидной Украины. Им легче понимать пояснения грамматичные на российской мове. Также, например, сейчас статистика каналу YouTube показывает, что из всех глядачей 3% смотрятся польским по полочкам в Казахстане. 6% у России, 6% у Белоруссии, далее и до Украины, и Польши. Тому умову можно выбирать. Как проводится набор группы? Группу я могу на сегодняшний момент, ввиду занятости, взять только одну. Это 5-6 человек для занятий по скайпу и зуму. Следующий набор, соответственно, будет проходить после 2,5-3 месяцев. Те ученики, которые занимаются со мной, например, сейчас на уровень А1, уже без отбора проходят на уровень А2, если у них есть такое желание. Есть правила записи. Во-первых, чтобы записаться на курс, у вас должна быть хорошая интернет-связь. Во-вторых, вам должно быть от 14 до 110 лет. Почему от 14 эта программа рассчитана для тех, кому 14+, для тех, кому меньше 14 лет, нужно делать другую программу, она просто не подойдет. Вы должны располагать своим временем так, чтобы максимально присутствовать на занятиях. Один уровень мы учим 30 занятий и можно пропустить только 3 раза. После каждого занятия я выставляю журнал и вы видите, если вы пропустили один раз, вы уже светитесь синим. Два раза оранжевым, три раза красным. После трех пропусков вы можете пассивно дослушать свой блок занятий, но вы уже не сможете принимать активное участие в уроке. Также вы должны стопроцентно выполнять домашние задания. С домашним заданием условия те же. Только три раза вы можете не доделать его или вообще не сделать, но это должен быть уже форс-мажор. Три раза допускается, больше трех вы переходите в пассивное восприятие. Каждый курс делится на блоки, три блока. Предоплата идет по блокам, то есть вы оплачиваете занятия и имеете доступ к десяти урокам. Мы с вами занимаемся. Если вы видите результат, вы довольны процессом, если график и интенсивность вам подходят, вы переходите дальше. Вылететь вы можете только из-за того, что вы прогуливаете, то есть больше чем три пропуска на один уровень, не на десять занятий, а на тридцать занятий. Или вы не делаете домашние задания. Почему? Потому что так я не даю гарантии, что вы освоите этот уровень. В конце курса, после тридцати занятий, мы пишем с вами тест. Тест объемный, на два с половиной часа. Мы пишем сочинение, мы ведем разговор. Вы слушаете аудио и отвечаете на вопросы. Вы читаете текст и отвечаете на вопросы. Вы делаете грамматические упражнения. Я стараюсь дать не просто уровень А1, вот там где-то он есть на горизонте. Я стараюсь дать такой уровень А1, как говорят, уверенный уровень А1. То есть, чтобы вы его могли точно подтвердить, если вы поедете в Польшу. Как набирается группа? Вот сегодня я объявляю курс открытым. Все желающие, кому подходят условия, кому подходят графики и оплата, вы можете писать на почту, польский по полочкам, или в сообщениях в Facebook или Директ Инстаграма, что вы хотите записаться на курс польского языка. Какой уровень, вот на какой скорее наберется группа? По принципу русскоязычные или украиноязычные, и по графику 17.00 или 19.30, и, собственно, по уровню А1, А2, В1 и В2. Вот какая ячейка быстрее заполнится, с той и будем начинать. Если вы идете сразу на уровень А2, В1 или В2, вы должны быть готовы, что перед записью на курс вам придется пройти мини-тестирование, чтобы подтвердить свой уровень. Не важно, чтобы все ученики плюс-минус имели одинаковые знания. Какие плюсы работы в группе, если сравнивать с индивидуальными занятиями? Ну, во-первых, это здоровая конкуренция. Кто-то лучше, все остальные за ним тянется. Кто-то сделал домашнее, вы не сделали, вы понимаете, надо тоже подтянуться, быть как все на уровне. Во-вторых, это организованность. Вы уже знаете, вы привязаны к группе, никто вас ждать не будет, поэтому вы должны присутствовать и вы должны работать, даже если вам очень сложно на данный момент себя организовать. И это в разы дешевле, чем индивидуальные занятия. Поэтому, если вы боец, то пишите мне на электронную почту polskipopo.gmail или в приватсообщении на фейсбуке или в директ инстаграма на удобном для вас языке. Почему вы хотите учить польский? Какова ваша конечная цель? Каких результатов вы ожидаете? И на какой уровень хотите записаться? А дальше я уже буду разбирать, сортировать и сообщу вам, удалось ли набрать группу или нет. Если есть еще какие-то вопросы, я наверняка что-то упустила, что-то недоговорила, я буду об этом писать дополнение в комментарии и вы также задавайте, чтобы я смогла на все ответить. Па! Я начала понимать ее и я немного показала, что один из своих страхов это говорить, что я знаю, я боюсь говорить что-то неправильно. Мне больше интересно, когда нам дают какие-то вопросы и мы развиваем свои зумки. Вижу, что я могу говорить и мне легче становится. Когда я вижу, что я могу общаться, я очень радуюсь, когда я говорю и понимаю, что я не задумываясь говорю. Работать с экраном, мне кажется, в последнее время все привыкли, потому что сейчас такая ситуация. Ну, а вообще, мне кажется, это удобно, потому что, во-первых, я думаю, что ты не ходишь никуда, а во-вторых, удобно, когда у тебя вот есть текст перед глазами и вот мне легче, наверное, увидеть. Ну, я их слышать могу, но как бы увидеть все равно, ты видишь на слух, и ты запоминаешь зрительное. И вот эти вот мультики-красковки для меня очень сложно подбирать слова, потому что все не запоминается. Грамматика сложная, но тут можно сделать ошибку, и вы исправите. А вот высказываться сложно вот именно для меня очень. А так, в принципе, комфортно. И мне очень нравится, что есть словный чек, потому что я же раньше с другой преподавательницей занималась, и мне кажется, словарный запас был поменьше. Сейчас хоть читаешь и запоминаешь. Это, наверное, все-таки сама суть в том, чтобы смотреть, а потом пересказывать. Так и запоминаешь, и как-то словарный запас больше становится. Фильм? Наверное, да, потому что фильм это все-таки более жизненный, и плюс фильм интересный был. Да, да. Добрые девчины, дзинкуе бардзо. Мам, сочт собе до помышления, як дали працавач? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok